ребят это правда какой-то трэш канал и я сначала когда начала смотреть подумала что я реально попала в какой-то дурдом это ужас мат через мат куча грязи собаки всем огромный при огромный привет я рада видеть вас на своем канале надеюсь вы тоже рады меня видеть ребят поговорим мы с вами о канале все в кучу очень много мне писали в комментариях что оля посмотри канал все в кучу очень интересно твое мнение вы знаете так как у меня и так уже много каналов на обзоре я просто элементарно все не успеваю смотреть ну и еще же работа дом семья и просто невозможно охватить все но как вы пишете все чаще и чаще я таки заглянула на этот канал знаете конечно все сразу не понять потому что видеоролики выходят каждый день и это все же нужно начинать самого начала смотреть чтобы понять кто есть кто но ребят я реально подумала что я попала в какой-то дурдом ребят я такого еще не видела и единственный кто адекватный человек так это по моему блогер ведущий канала потому что все там разобрать и разложить по полочкам но с первого взгляда просто сложно я просмотрела конечно же там несколько видеороликов мне раньше писали что оля срочно иди на канал все в кучу там трэш и стрим там то-то ребят ну блин трэш стрим даже чтобы понять кто кого там хает за что и про что это тоже ну посмотреть а потом делать какие-то выводы это тоже как-то знаете не очень единственное что я поняла что здесь просто люди какими-то отклонениями в развитии люди которые не способны наверное сами обеспечивать себя даже при том что получают пенсию там этот страх в этом доме где куча собак ребят которые спят в кровати жуют мясо кости эти кости потом валяются на кровати где спит это катя хотя вот знаете я очень удивлена спокойствием димы блогера насколько у него хватает вот терпение нормально разговаривать нормально на все вот это вот реагировать как-то спокойно без всяких знаете там оскорблений там ли еще чего-то вот он пытается наверное с ними и вести наравне себя для того чтобы возможно как-то изменить всю эту их жизнь всю эту ситуацию я в шоке они получаются получают катя мама обе получают пенсию и в принципе по сути им должно хватать чтобы нормально жить я конечно внешне оценила вот по нескольким видеороликом их одежду и знаете вот более-менее одеты то они нормально хотя я делаю так в общем обзор несколько каких-то просмотренных роликов и возможно это одежда какая-то от спонсоров и сами они может и не покупают ребят вы мне подсказывайте на что где обратить внимание потому что если я сяду все это дело смотреть самого начала то я просто не знаю выдержу ли я и и чтобы вот двух пенсий не хватало прожить я вот не понимаю еще мне кажется соде же из того что стрим там был трэш то еще не любители и выпить еще девчонки любители мальчиков и люба получается беременна есть сняли отдельную квартиру которую она уже потихонечку превращает в мусорную яму там уже и зеленка разлита которую кстати очень трудно отмыть какие-то бутерброды непонятные с крошками постель у нее не заправляется сама она вся какая-то грязнючая не мытая хотя вполне можно привести себя в порядок ладно там про качку слов нет там деревне там эту воду надо носить и блин она в конце концов могла бы и к любе поехать и помыться у любы но да у них там контры у них там война пока еще я не могу разобрать почему они воюют ребята но это трэш какой-то канал ну правда трэш я пока не могу понять что хочет дима добиться тем что вот он пытается их вытащить с этой клеи когда они сами по себе не совсем адекватные люди и получится ли у него это сделать и по сути я не понимаю той помощи которая нужна им по сути это помощь в том чтобы они наверное научились правильно распределять свои деньги но вряд ли у них это получится потому что ну возможности у них нет так как они с особенностями развития мама то тоже сама себе на уме я не знаю как они вообще смогут жить без помощи но как-то же жили короче это трэш какая-то семейка и если взять любу то я не знаю как она сможет ли сможет воспитывать ребенка и дадут ли ей возможность воспитывать ну опять же я говорю потому что я смотрю наверное не все смотрела вернее не все и я еще пока мало могу понять я говорю я когда смотрю я как будто говорю попала в какой-то тур дом потому что не понять что где и что к чему я буду вот это вот грязь только и эти собаки меня вводит в шок эти неопрятные дамочки которые не смотрят за собой и свинячат везде и вокруг и как вышло это катя говорит дима ты постирала костюм иногда постирала как насколько чуть-чуть или чё так ты его постирала постирала но такое чувство что она просто этот костюм обмакнула наверное воду и повесила сушить вся грязь разводами осела на этой кофте такое чувство что там не стирается ничего не моется и я знаете вот удивлялась да что у бабы они там собаки в кровати но сравнить ситуацию бабы они и кати как она дрыхнет и куча собак спит на ней еще плюс тоже кости мясо какая-то еда там валяется в постели я в шоке цвет уже постели это уже просто не выразить какой потому что он настолько грязный что кажется как будто и заваляли просто в грязи просто вывалили в вываляли в грязи и высушили не знаю смысл ребят вот я не знаю пока не могу я понять вообще смысл этого канала для чего для чего пытается дима их вытащить для чего он пытается помочь сможет ли люба воспитать ребенка ну выносить да еще ей и вынашивать сможет ли она стать настоящей мамой когда в голове каша так кричит рожать не буду буду рожать только в другом новом доме там или квартире но слушайте какое будущее у катики даже в новом доме в новой квартире но она будет рожать а сколько она будет рожать кому она будет рожать опять же непонятно Понятно. Делёжка кавалеров, ну, это просто, знаете, как какое-то посмешище над людьми. Смысл их снимать, смысл им помогать, смысл их показывать людям. Просто, наверное, трэш. Самый настоящий трэш. Ребята, ну, у меня лично вот какое-то такое мнение сложилось. Хотя мне, хотя я ничего не хочу сказать такого, ну, плохого, наверное, о ведущем канала. Потому что, ну, может быть, пока я его не рассмотрела. Мне показался довольно такой спокойный парень. И терпение у него, ай-яй-яй. И вроде бы, как бы, и культурный, и пытается культурно общаться. Хотя, опять же, повторюсь, что это какое-то такое вот первое мнение, которое у меня сложилось о нём. В общем, пишите, что вы думаете по этому поводу. Подсказывайте, где и что ещё посмотреть и на что обратить внимание. Я, как всегда, желаю каждому из вас прекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока!